Трое украинских военных ранены в результате вражеских обстрелов. По сообщению штаба АТО возле Гнутова, по нашим позициям боевики били в течение трех часов. Стреляли также вблизи Зайцева и на участке фронта Авдеевка-Шахтов-Бутовка. На Луганском направлении, вблизи села Малиновое, враги применили гранатометы. Подробнее наш военкор Ирина Баглай. Пристрелившись, вопреки режиму тишины, боевики методично бьют по позициям наших пехотинцев. Накануне здесь было горячо. Найомники обстреливали наших целый час. Был обстрел. Два РПГ. Мне в стену сюда бахнуло трошки. Ну, ущерба ніякого такого, чтобы сильно повалило. Тут укреплено уже капитально. Так что, с их стороны есть провокации. Но мы дотримуемся. В результате вражеского обстрела в районе Авдеевской промзоны двое украинских военнослужащих получили ранения. И навіть працював 82-мм миномет. Небагато, кількість была обмежена, 3-4 мины, але влучили прицільно по нашим позициям. За этим укреплением всего в нескольких десятках метров уже позиции боевиков. Свой передний край наемники с оглашением школьного перемирия превратили в театральную сцену и упражняются в актерском мастерстве. Вражеские снайперы охотятся на украинских солдат, выманивая их на живца. За последние сутки боевики несколько раз почти в полный рост выходили на линию огня. Как смертники вели огонь из автоматов, ожидая ответных выстрелов от наших пехотинцев. После неудачной попытки пошли на другие хитрости. С той стороны кидают колеса, гранаты кидают и потом доповидают, что мы по них опрацируем. Так как они хотят спровоцировать, а мы на провокации не поддаемся. Чтобы обвинить вооруженные силы Украины в обстрелах, наемники используют и мины. Нам же заборонено открывать огонь и ответ, ведь они используются этим, проводят инженерное обладание своих позиций, проводят подрывы и потом звонят на СТКК и доповидают, что мы обстреливаем их за 120-х минометов. Тем временем, воспользовавшись тишиной, удается рассмотреть линию обороны боевиков. На Есиноватской развязке новые блиндажи, территория перед ними заминирована. Перемирием противник воспользовался максимально эффективно. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донинской области. Подробности телеканал Интер.